В термометре 45 градусов выше нуля. На пост станции Тимошевской поступает срочное сообщение. От жары на железнодорожных путях разошлись рельсовые стыки. По легенде, подвижной состав сошел с рельсов. Повреждены 33 цистерны с горючим. Предположительный объем розлива нефти около двух тонн. Но прежде чем остановить состав, спасатели должны ликвидировать розлив опасного горючего. На случай возгорания прибывают пожарные. Для устранения последствий аварии вызывают восстановительный поезд. Жители станицы оперативный штаб о происходящем не оповещает, чтобы избежать паники. Реальной аварии в Тимошевской не было ни разу. Чтобы не дать нефти растечься дальше, на месте аварии делают насыпи и устанавливают специальное оборудование вдоль дороги. Но даже после сбора и обработки опасное горючее все еще остается на земле. Территория смывается водой с применением поверхностно-активного вещества неионогенного типа. После того, как территория замыта, обрабатывают дополнительно сорбентом. Полностью остатки нефти ликвидируют только через два месяца. После аварии спасателям предстоит неоднократно чистить сорбентом прилегающих к стальной магистрали землю. Железнодорожники утверждают, обработка зараженной территорией биологическими веществами превращает почву буквально в гумус. Это очень серьезный и решающий узел на дороге и в регионе. И через него проходит очень большое количество опасных грузов. Все происходящее в режиме онлайн передается в Москву. Совместные учения железнодорожники и сотрудники Южного регионального центра аварийно-спасательных операций проводят впервые.